Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу компании Сингента и вы слушаете нас подкаст. Сегодня мы начинаем серию подкастов о садах. Собственно, мы с экспертами Сингенты поговорим о том, как сельхозпредприятиям помочь вырастить качественные яблони. Ну, скорее всего, получить качественные яблоки. И сегодня вы услышите полезные советы. Собственно, мы, наверное, озвучим результаты каких-то испытаний, посчитаем экономику и обсудим систему защиты. Собственно, не будем тянуть и начинаем. В любом подкасте важны спикеры и собеседники. Наш сегодняшний первый подкаст из рубрики «Сады» у нас будет о качестве яблок. Мы поговорим на эту тему с руководителем подразделения специальных культур Дмитрием Горобцом и техэкспертом по садам и виноградникам Максимом Коростевым. Дмитрий, Максим, приветствую вас в этой замечательной студии. Добрый день, Иван. Собственно, у нас сегодня подкаст проходит в Минеральных водах и в рамках выставки про яблоко. В общем, если вы были на этой выставке в этом году, может быть, были на стенде Сингенты, давайте ставьте лайк, слушайте выступления наших спикеров и подписывайтесь на подкаст Сингенты в самых популярных и доступных в России подкаст-платформах. Вообще, лично я вот, допустим, на Яндекс.Музыке слушаю подкасты. Вы где, коллеги, слушаете? Я на сберзу звуки. Ну, для меня вообще это новая тема. Я вообще подкасты, честно признаюсь, не слушал. Но мне очень приятно, Иван, что ты позвал сегодня меня в эту студию как раз поговорить. — Отлично. Ну, собственно, давайте мы уже вернемся к нашей теме сады. И, собственно, давайте мы обсудим, что у нас в России с садами-то. Вообще, мы как-то от польских яблок-то ушли куда-то. В общем, у нас какой-то есть качественный переход. Наверное, Дмитрий вопрос первый. Иван, ну, я скажу, вот вообще, что ты упомянул, польские яблоки. Польские яблоки — это было давно, это было неправда. То есть, польских яблок сейчас гарантированно в России нет. При этом осталась, конечно, определенная часть импорта и довольно ощутимая. То есть, в районе еще 30% общих объемов яблок, которые потребляют россияне, завозятся из рубежа. Но при этом уже мы чувствуем, что с каждым годом наши производители производят все больше и, самое главное, производят все больше качественных яблок. Если так посмотреть на ситуацию, начиная с 2001 года, когда страна производила в районе 350 тысяч тонн всего лишь, то сейчас, по прошествии 20 с лишним лет, мы производим уже более миллиона тонн яблок. Ежегодно. А это производители? Если мы говорим действительно о профессиональных производителях яблок. Мы делим, есть, конечно, садоводы, дачники, которые выращивают у себя яблоки на собственном участке. Но, как правило, эти яблоки не поступают в продажу. То есть, эта семья производит, выращивает, сама потребляет, но не продает. А те цифры, о которых говорим мы, как компания, работающая на профессиональном рынке, это, конечно, мы говорим о цифрах, касающихся профессиональных производителей яблок. Ну, условно говоря, те, кто имеет, не знаю, от скольки, от пяти гектаров, от десяти гектаров, сколько? Я знаю, у Максима есть свой сад. У меня есть собственный сад, но он довольно-таки скромный. Всего, Иван, дачный участок у меня небольшой, и там всего два дерева яблони. Поэтому те как раз яблони и яблоки, которые я выращиваю для себя и не на продажу. Но я бываю в садах, и, конечно же, мы говорим о тех людях, которые выращивают, ну, даже два-три гектара, это небольшие фермеры, да, но они выращивают как раз с целью продавать яблоки, неважно, где они их реализуют, на рынке, либо они работают. Ну, с такими небольшими объемами сложно работать с сетями, и часто возникает вопрос кооперации их, да, вот когда они между собой договариваются. Но им становится все сложнее и сложнее, потому что все-таки идет глобализация, идет тенденция к тому, что мы должны выращивать много, заключать контракты с сетями, они довольно-таки жесткие, как Дмитрий сказал, что мы выращивать стали больше, и у нас, конечно же, направленность именно на качественные яблоки. Поэтому вот как бы, собственно, об этом мы сегодня и будем говорить. Ну, как всегда, главенствующую роль в любом производстве играет экономика. И то, что мы сейчас видим, то, что происходит на рынке, что, ну, просто целесообразно, экономически целесообразно, чтобы у тебя была площадь яблок в районе от хотя бы 100, а лучше 200-300 гектаров. Что это позволяет? То есть такая площадь, она позволяет построить уже хранилище, качественное хранилище для долгосрочного хранения яблок, позволяет приобрести необходимое оборудование для упаковки, калибровки, фасовки яблок. Все это оборудование и хранилище уже позволяет работать, заключать долгосрочные контракты с сетями. Если же у тебя площадь меньше, то ты просто лишен всего этого. И тебе очень сложно вот стать частью такой глобальной цепочки от производителя до покупателя яблок, которые уже приобретают яблоки непосредственно в супермаркетах. Сухие цифры. Ну, условно говоря, вот если вот всегда всех интересуют деньги, сколько порог сейчас входа в это вот все, чтобы было вот не так там 2-3 гектара, которые там потом ты больше мучаешься, чем что-то имеешь, а вот там 100 вот этих вот гектаров, 50 примерно. Мы можем, наверное, поделиться информацией о стоимости. Если мы говорим об интенсивном саде, который полноценный, то есть это выбирается правильный подвой, сад на шпалере с оборудованием, системами ирригации, еще плюс, если к этому ложится противоградобойная сетка, то общая стоимость затрат сейчас, чтобы заложить этот сад, ну, колеблется в зависимости от региона, поставщиков, многих факторов, но в среднем все равно это от 3 уже до 6 миллионов рублей на гектар. Это вложение только в сад. Это без учета того, что надо же, это земля, которую необходимо приобрести, или взять в аренду. Ну, как же в аренду брать? Ну, разве что на долгосрочный период, потому что брать в аренду под многолетнее насаждение как-то сложно, потому что у тебя срок аренды может закончиться, сад останется. То есть обычно с этим никто не рискует, да, то есть это однозначно, земля желательная, чтобы была в твоей собственности или в очень долгосрочной аренде, минимум 50 лет, плюс тебе нужно вложиться в то, что я упоминал, и хранилище, и оборудование. А это все, ну, в одном предприятии, в нашем партнерском предприятии, задали вопрос агроному, да, сколько же вообще вот эта калибровочная, сортировочная линия, он говорит, 900 миллионов, это еще по ценам несколько лет, да, назад. И мы говорим, а когда же это окупится? А не когда? Это сама вот миссия была предприятия, сделать так, чтобы это было самое качественное оборудование для обеспечения лучшего качества яблок, и они вложились в это, это вот такой взгляд, они вложились в долгосрочное развитие, и вот, ну, просто вот порядок цифр. То есть где-то 5 миллионов это гектар, если 300 гектаров умножить на 5 миллионов. Да, 150 миллионов. Это 150 миллионов стоимость закладки, это стоимость земли, и если эти колодельные обороты, сейчас проекты, которые крупные, производятся, там может быть полмиллиона, миллиард, полтора миллиарда и больше. Именно логистические комплексы у современных садовых хозяйств, это их стоимость, и вы можете примерно оценить, насколько это легко работать на этом рынке. Собственно говоря, это у нас был руководитель отдела спецкультур Дмитрий Горобец, который подробно рассказал о том, сколько стоит заложить сад, и, наверное, главный вопрос, ты частично на него уже ответил, все-таки с окупаемостью что? Это, наверное, первая часть, и вторая, а вообще стоит ли новым людям туда заходить, не закрыт ли рынок? То есть мы, может быть, говорим о том, что 100% покрываем уже все потребности в России, которые есть по яблокам? Нет, конечно, мы пока не покрываем свои потребности, и, я скажу больше, наши сети продолжают это работать зачастую с поставщиками из-за рубежа, потому что они, бывает, обеспечивают более лучший, стабильный уровень качества, вне зависимости от месяца. То есть вот контракт 12 месяцев, и поставщики 12 месяцев везут именно те яблоки, которые востребованы вот здесь и сейчас, в этом супермаркете. То есть какая-то часть наших производителей еще только подходит к этой черте, а не только учатся, набирается опыта для того, чтобы покрыть все потребности супермаркета, притом в течение длительного периода. Ну, длительный период – это каждый месяц, да, то есть безразрывно. То есть мы, это не тот случай, когда, вот как традиционно, когда спрашиваешь у обычного человека, что для тебя там производить яблок, ну, сразу в головах такое рисуется. Фермер, наверное, с ведром или с ящиком, который убирает эти яблоки, и вот в момент уборки, август-сентябрь, он эти яблоки продает, и они оказываются на рынке. Но на самом деле этот вот образ, который нарисован, очень сильно отличается от того, что есть в реальности. Потому что здесь самое главное не вот момент уборки, когда ты убрал и продаешь. Самое главное, насколько ты эти яблоки умеешь сохранить, и сохранить не только количество, но и качественно, а сохранить это качество и до мая, где-то до июня. Следующего года. Следующего года. Вот я знаю, что мы сейчас на выставке про яблоко находимся, и некоторые производители яблок, у них даже есть стенды, которые называются, стенды для специальных сортов яблок, которые дохранились вот до этого момента, это называется «Стенды чемпионов». Вот сейчас у нас реально конец июня, но эти яблоки лежат с прошлого года. И качество, свежесть этих яблок, вы не отличите, если бы это яблоко было сорвано только вчера. А если несколько лет оно пролежит? А надо ли? Да, вопрос, коллеги, надо ли. Экспертное мнение. Коллеги, у нас на самом деле есть квест, я сейчас вот шебаршу пакетиком. Это специально спрятанные два яблока, одно из которых я купил в Подмосковье до отлета в Минеральные воды, и второе здесь, на местном рынке. И, собственно говоря, я сейчас, вот коллеги не дадут соврать, достаю из пакетика, чтобы они, эти яблоки, которые в принципе на друг друга похожи, как будто сорваны с одного и того же дерева, вот, собственно, я им первый раз их показываю, и хочу получить от них, вот, обратную связь. Насколько они хороши, насколько они качественные, вот. И какой из них лучше, какое хуже, чем они отличаются, в общем, мнение эксперта. Ты сам-то, Иван, знаешь, какой из них? Ответ я знаю, да. Я не надкусывал его, но знаю. И что, на одном яблоке есть... Я понял, да. Плодоножка? Плодоножка, а на другом яблоке ее нет. Она отсутствует, да. И это Иван отметил. А нам, чтобы Дмитрий, нужно угадать, какое же московское, да, какое же местное. Я старался, я подбирал прям, чтобы мои знания, они вот максимально были одинаковые. Ну, не знаю, вот как коллегам получится. Можно надкусывать, я их уже даже помыл. Как говорится, попробовать на вкус. Ну, я одно скажу, Иван. Это яблоки однозначно с двух разных деревьев. Я могу сказать точно, что они оба красные. На самом деле, мы сейчас... Вот, Иван, ты нас спрашиваешь, лучше, хуже. Ну, действительно, по ощущениям, что один сорт, ну, очень похоже, действительно, яблоки. Ну, и вполне возможно, что и производители местные отвезли в Москву, да. И только разница в том, что ты на самолете привез яблоко, да, вот оттуда-сюда. А они как бы отсюда, на тех же самолетах, везли туда. Или сложно. Возможно, это даже яблоки с одного хозяйства. Просто надо понимать, что мы сейчас живем в таком мире, который связан с этими логистическими цепочками. И, ну, я, допустим, покупал томаты в Краснодаре, в супермаркете, понимая, что они произведены в Карачаево-Черкесии. Но распредцентр, распредцентр, это для этих томатов, они в Москве. То есть, эти томаты преодолели несколько тысяч километров, пока я эти получил в Краснодаре. То же самое касается яблок. Мы знаем, вот часто мы в аэрофлоте, знаете, такие небольшие яблочки в упаковке, я знаю, что они поставляются из Кабарлина Балкарии. Или мы знаем, что есть знаменитая пастила, производящаяся в Коломне, Белевская, не Белевская, тоже зачастую источник этой пастилы, он не в Коломне находится, он находится в различных точках России, и различные производители яблок поставляют разной степени обработки яблок, переработки для, в итоге, чтобы мы кушали эту вкусную, полезную пастилу. Поэтому сказать вот так вот, вот Максим как опытный технический эксперт. По-всякому, то есть я вижу, что они одинаковые по форме, у них одинаковая интенсивность окраски, то есть они ярко-красные. Пытаюсь понять, насколько же одно отличается от другого по степени твердости плотности. Ну вот тактильно, пальцами нажимая, я понимаю, что они где-то примерно одинаковые. Поэтому, Иван, тут даже смотри, проявление сетки, допустим, небольшой такой сеточки, которая практически не видна, но она такая легкая, и на одном и на другом яблоки присутствуют, но они как бы два близнеца, не то чтобы две одинаковых капли воды, но очень-очень похожи. Поэтому я затрудняюсь ответить. Вполне возможно сказать, какое московское, какое местное. Если подвести итог, то сейчас для наших покупателей в России качественные яблоки доступны в каждом регионе. Да, у нас есть регионы, конечно, как доноры, а есть регионы, которые, наоборот, получают яблоки, но при этом качественные яблоки, они распространяются по всей России, от самых западных границ до восточных. Если мы говорим о ключевых производителях, то все-таки это, конечно, юг. 70% всего производства яблок, оно сконцентрировано на юге. То есть это и Кабарлина, Балкария, и Ставрополье, и КЧР, где мы сейчас находимся, активно очень развивается. Ну и, конечно, Краснодарский край, который был и остается одним из лидирующих регионов по производству яблок в стране. Одно из этих яблок местное, одно из этих яблок подмосковное. Я знаю, какое... Какое, Иван? Местное с черешком. Вот это оно не доехало, он где-то отвалился у меня в сумке. Потерялся в дороге. Да, вот... Иван, ну на самом деле, хотел сказать тебе большое спасибо за такой интересный квест. Я реально сейчас держу эти яблоки в руках, и я понимаю, что они как бы, ну, как бы, ну... Я запарился, простите меня, выбирая, чтобы они были как можно одинаковые. Потому что мне было очень интересно, чтобы это было для вас именно каким-то... Вот не знаете, как бывает там Lada Granta и, извините меня, Mercedes-Benz. Что из них лучше, сразу тебя спрашиваешь. Не знаю, как Дмитрия, но меня, Иван, ты точно запутал этим вопросом. Но для меня вывод один, что для качественных яблок нет границ. Неважно, ты находишься в Москве или находишься в Минводах, у тебя есть возможность купить красивое, сочное, вкусное яблоко. И благодаря, это, конечно же, по большей части нашим производителям. Спасибо тебе, Иван, за вопрос. Да не за что. Идем дальше. Собственно говоря, яблоки, они у нас... Это финальный продукт, наверное, того, что мы получаем. Но, как говорится, где есть вершки, там есть и корешки. Что у нас, вот, все, надо сказать, обсуждают в чате, как всевозможных игрономических, по саженцам. То есть, у нас в государстве есть программа, которая... Субсидирование закладки новых садов. Но хватит ли нам отечественного материала? И вообще, как у нас ситуация на фоне всех внешнеполитических событий, которые у нас сейчас происходят, с этим делом? Именно закладки новых садов. Я, пожалуй, могу прокомментировать таким образом, что мы продолжаем достаточно сильно зависеть от поставок зарубежных именно саженцев. Производство, как правило, это Италия, Сербия. И я знаю крупные проекты, крупные производители, которые уже после всех этих февральских событий, когда уже начались сложности с логистика, но они, тем не менее, продолжили поставки этих саженцев из-за рубежа. И используются самые различные схемы, возможности, партнерские отношения. Но эти проекты действительно продолжаются, идут. При этом, конечно, наше государство четко понимает, что необходима безопасность в этой сфере и довольно хорошо, качественно субсидирует производство собственных саженцев. Развивается во многих предприятиях, уже местных, наших, российских, развиваются программы по производству саженцев. Но это идет не так быстро, как хотелось бы. Все-таки мы еще не вышли на достаточно большой уровень, объем производства саженцев. То есть, только в объеме? Только в объеме проблема? Да. То есть, как таковые саженцы производить научились. Вот вопрос объема. И где-то, возможно, это вопросы именно селекции сортового состава. Потому что, ну, на данный момент, большая часть яблок, которые мы применяем, которые мы выращиваем, это, в первую очередь, селекция все-таки европейская, американская, но не российская. А на что? То есть, на еду, условно говоря, или на сок, как вот среди вас все говорят. Потому что для меня это было вот на сок, на сок. Услышать яблоки на сок было интересным таким вот квестом. Ну, тут, наверное, Максим лучше прокомментирует. Но если что, меня поправит. Все-таки опыт у нас несравнимый в этой сфере. Ну, у нас нет сортов сейчас, которые отдельно выращиваются или применяются для сока или для свежего потребления. Все-таки основная задача для 99% производителя это сделать качественное яблоко, которое можно упаковать и продать по лучшей цене после хранения в свежем виде. Если есть какие-то отклонения от качества, по размеру, цвету, повреждениям, то уже вот эти яблоки идут на переработку. Это может быть сок, это может быть пастила. А, пастила. Да, то есть или для детского питания. Притом это вот даже мы с Максимом общались, я сам для себя это открыл. Вот, а что такое? Как это на сок? Это Максим, ты сам мне сказал что-то, что-то. Ну, на сок. Яблоки еще какие идут, допустим? Ну, все представляют себе уборку. Когда идет массовая уборка, мы видим, как на деревьях яблоки висят уже созревшие. И часто при уборке, когда те же сборщики, они берут одно яблоко в руку, другое прокручивая, пытаются снять его аккуратно. Но, как говорится, не без потерь, все равно есть яблоко, которое проскочило мимо рук, упало на землю. Все, что упало на землю, оно уже в съем не идет. То есть эти яблоки, они тут же отбраковываются и тут же кладутся в отдельный контейнер, который потом идет на переработку. То есть из этих яблок уже будет только сок. Потому что яблоко, которое ударено, уже легкости не будет. Оно уже как бы просто попадет в хранилище. Ты правильно понимаешь, что даже визуально сборщик, он не видит разницы между яблоком, которое упало, между яблоком, которое он снял из дерева. Но визуально нет разницы. Но уже это яблоко идет только на переработку. Потому что дефекты, вот это повреждение, оно может в процессе хранения, оно обязательно появится, всплывет. И это яблоко просто не долежит до того срока, который необходимо. Представляете, насколько тонкая работа. Вот яблоко не дай бог упало, и все, оно уже не подходит для хранения. Конечно, яблоко у тебя стоило, сейчас, допустим, с холодильника, сейчас цена может быть 90-100 рублей. И когда оно упало, соответственно, сразу в 10 раз оно становится дешевле. То есть ты вроде выращивал, выращивал, но у тебя идет немножко некачественный съем. Где-то может спешат работники, которые хотят побыстрее убрать и побыстрее заработать норму свою. И яблоко, которое падает, оно сразу дешевеет в 10 раз. Ничего не видно по нему, оно просто, условно говоря, а если подстилать, и не знаю, там сеточку какую-то? Все равно видно, потому что оно в любом случае упало на землю. И даже яблоко, собранное с земли, может быть, в одном яблоке не видно, но когда ты их собираешь сотню-две, и они лежат отдельно в контейнере, все равно на нем уже видно, что оно лежало на земле. То есть грязь присутствует на плодах, и поэтому видно, что это яблоко не сорвано из дерева. Немножечко, но как бы профессионалы, Дмитрий, отличают, видят падалицу как бы издалека. Ну, тем более, там удар может проявиться и завтра, послезавтра, не обязательно сразу. Да, все надо... Помыть-то его можно, совершенно верно. Сейчас есть технологии, которые, допустим, ты просто загоняешь на мойку яблоки, да, ты их помыл, просушил, и пожалуйста. Но Дмитрий все верно сказал, то есть есть дефекты, которых, может быть, сейчас и не видно, но яблоко ударенное, оно уже будет подвержено гниению, то есть там уже по-любому такое яблоко не спасти. А если его быстренько, я не знаю, в сеть отдать, вот прям, когда сбор прошел, и сразу же вот эти яблочки сезонные, которые у нас там лежат? Ну, небольшие фермеры, которые имеют там, ну, пять, да, там два-пять гектаров, они так и делают, то есть у них как бы тут же, когда идет уборка яблок, у них, грубо говоря, за воротами стоят контейнеры, где люди подъезжают на машинах и сами себе выбирают яблоки, да, копаясь в этих контейнерах, как бы, это как раз вот то, что, возможно, упало, да, которые вот только что ударены, то есть ты можешь это, они хорошие, качественные яблоки, ты можешь как бы себе выбрать, пожалуйста, но цена, конечно же, там тоже демократичная, как бы не та цена, которая там уже потом будет в магазине, в магазине, совершенно верно, поэтому, да. Иван, вот ты так говоришь, что там, а может там быстро в сеть, да, продал, ну ты представляешь, у тебя с одной стороны миссия твоего предприятия, ради чего ты вообще этим делом занялся, ты вложил туда несколько сотен миллионов рублей, у тебя работает штат из десятков, то есть сотен людей, у тебя оборудование, у тебя досрочные контракты с сетями, на которых держится, в принципе, все твое состояние, все не получится, а тут ты вот старайся быстро в сеть вот это яблоко побыстрее продать, ну ты получается все вот это цепочку, цепочку, ты ее просто рушишь, разрушая основу своего бизнеса, ну разумные люди этого не делают, они разумные, они не могут продолжить этот бизнес. И быстро в сеть, вот добавлю немножко к ответу Дмитрия, быстро в сеть не получится, по двум для меня вот большим причинам, во-первых, у тебя вот, как Дмитрий сказал, есть контракт долгосрочный, где-то как бы на ежемесячной основе есть объемы определенные, там заявки, зеленые, красные, разные яблоки определенных объемов поступают в сеть, у тебя с ними контракт. И поэтому быстро в сеть то яблоко, которое упало, не получится по этой причине, потому что оно просто не вписывается у тебя в контракт. сезон для этого яблока может быть, и в большей части это именно так. Иван, ты даже не поверишь, насколько мы люди привилегливые в выборе яблок. И в одни месяцы 90% потребителей хотят только зеленые яблоки, в другие месяцы только желтые. Есть месяцы, когда это зеленые и желтые пополам, а бывает вот красные, пошли и все. То есть, это такой процесс, такая сложная игра. Это действительно очень долгоиграющий процесс, очень такой сложный, подбор сортов. Сделай так, чтобы у тебя было те сорта, которые у тебя находятся в саду, произрастают, чтобы они соответствовали. В итоге все эти яблоки продавались в нужные сроки, нужного цвета, нужного качества. То есть, это даже шахматы по сравнению с производством яблок, они немножко в стороне находятся. Это сложнее. Долгосрочные стратегии. Как на духу. Коллеги, мы сегодня говорим про качественные яблоки. Мы поговорили про то, какие у нас сады, про то, что можно сделать, чтобы, сколько надо денег, чтобы запустить этот процесс, что нам еще в принципе расти и расти и по саженцам, и по самим яблокам. Но давайте теперь уже поговорим про само вот это вот самое яблоко. То есть, условно, вот, я их откусил, если мы, как потребители, идем в магазин, мы покупаем яблоки, мы можем как-то влиять на то, какие-то яблоки будут? Или, по сути дела, есть своеобразный такой, ну, это некоторые называют в чате как диктат, в кавычках, сетей, которые выбрали свои стандарты, которые ввели долгосрочные контракты и, собственно говоря, диктует, сколько, что будет стоить и как это будет стоить. Или все-таки это миф? Интересный вопрос, Дмитрий, можно попытаться как бы ответить, да? Вообще, если мы говорим о закладке сада, о производстве яблок, о технологиях, и здесь, конечно же, все-таки во главу угла ставится потребитель. Я объясню, почему. Потому что, на самом деле, рынок решает, какие яблоки ты будешь в себя выращивать. Никому не нужно в производстве выращивать яблоки, которые потом не будут иметь спрос на рынке. Поэтому, да, есть как бы сорта, которые, можно сказать, легче выращиваются, они более устойчивы к парше, они высокоурожайные, но они не имеют вкуса, такого, как, допустим, Golden Delicious, такого, как все Red, и все остальные, Fuji, к примеру. Есть сорта, но, к сожалению, для производителей и, к счастью, для нас с вами, потребителей, все-таки мы диктуем, мы говорим, мы создаем спрос на те определенные сорта, те определенные стандарты, и поэтому производителю приходится подстраиваться под рынок и закладывать яблоки, закладывать свои сады именно теми сортами, которые будут больше всего востребованы на рынке, то есть, они будут обладать вкусовыми качествами, будут иметь определенный цвет, Потому что есть такая зависимость. Кто-то любит зеленое яблоко, кто-то любит красное яблоко, кто-то желтое, кто-то любит все. Но в любом случае сети закупают яблоки, исходя из наших с вами потребностей. И мы с вами выбираем глазами. Никто из нас не хочет прийти на рынок, никто из нас не хочет прийти в магазин и выбрать яблоко, которое будет с паршой, яблоко, которое будет повреждено плодожоркой. То есть мы для себя уже выбираем, как потребители, красивые яблоки. И вот эти задачи мы ставим перед сетями, а сети эти задачи ставят перед производителем. Вот насколько сегодня, допустим, сложно выращивать эти яблоки, насколько сегодня мы можем соответствовать всем тем требованиям, которые же мы с вами, потребители, как раз и предъявляем. Вот как бы можно было бы... Это единственное, давалию, конечно, вот... Ну, мир, на самом деле, очень сложная штука. И так вот нельзя сказать, что сети диктуют производителям, извините, сети производителям или потребителям диктуют сетям и дальше транслируются. Это такое... Что такое бизнес? Это очень такая большая сеть сосудов, да, связанными одними цепочками. И действительно, ключевую роль играют производители, которые могут купить или могут не купить. То есть, это идет ежедневное голосование рублем за этот продукт или против этого продукта. Но при этом, конечно, есть влияние сетей. Почему? Потому что есть, может быть, какой-то сорт яблока супер вкусный, супер замечательный и востребованный производителями. Но если этот сорт по каким-то причинам, он не подходит сетям, ну, допустим, он лежит не так долго, как необходимые сети, то есть, он убыточный с точки зрения бизнеса, то сети, они от него будут отказываться хоть как. Они будут его закрывать, искать замену, то есть, искать сорт такой же внешне, такой же по вкусу, но который дольше хранится. То есть, и вот это получается такая достаточно сложная цепочка, когда в каких-то вещах и сети продвигают те продукты, или сеть может для себя поставить задачу развить вообще новую нишу. Да, вот есть яблоки красные, зеленые и желтые, да, стандартные. А сеть может, одна сеть решить для себя, почему бы нам не развить оранжевые яблоки. К примеру, но ты же тоже, Иван, если бы нашим там родителям сказать, что будет оранжевое вино, они бы, наверное, удивились. А оно есть? Да, это тренд последних лет, да, оранжевое вино. Или тот же золотистый киви. Повод для следующего подкаста. Ну, действительно, то есть, на самом деле, весь мир, весь бизнес, он основан на то, что на попытках дифференцироваться. Если ты дифференцировался, ты, соответственно, становишься лидером в этом сегменте, или ты новый сегмент вообще создал. Поэтому происходит постоянное изменение и потребительского спроса, и сами супермаркеты, сети, они ищут новые варианты, новые возможности. Поэтому такая связка в целом бизнеса, всех частей бизнеса, и мы все меняемся одновременно. Нельзя сказать, что оттуда больше влияет, чем другие части бизнеса. Ну, это моя такая точка зрения. Давайте поговорим, наверное, про то, что активно обсуждается во всех агрочатиках садоводов, что вызывает просто вот как бы, я не знаю, там, бомбические комментарии, если про это пишут какие-нибудь акроблогеры, особенно те, которые практикуют сады. Это про органическое земледелие. Насколько вообще органика применила в садах? Вот так. Органическое земледелие, это интересно, но, Иван, наверное, будет интересно услышать тебя. Что в твоем понимании вообще? Да, то есть человек так... Не агронома, так скажем. Не агроном. Да. Вот что для тебя органическое земледелие, ну, соответственно, что для тебя, значит, яблоки, на которых там большими буквами красиво написано органику? Насколько ты вообще доверяешь тому, что это органик? И вообще, что для тебя, допустим, в твоем представлении, вот, к примеру, органическое земледелие, это про что вообще, Иван? Как ты себе представляешь? Ну, коллеги, я вам скажу, что у меня уже есть кое-какая профдеформация. Все-таки я работаю в сельскохозяйственной компании, немножечко, хотя бы чуть-чуть наслышал про это дело. Да. Но я регулярно читаю чаты, где наши агропроизводители, мелкие фермеры и прочее, это все обсуждают. И могу сказать, что в целом, наверное, органика – это что-то, где используется минимум каких-нибудь технологий, либо минимум химии. И вообще, вот, словно говоря, воткнуло, но само выросло. Вот как-то, вот, мне кажется, такое впечатление об органике. А насколько вот второй вопрос, насколько вот эти вот лейблы по поводу органики, они вообще, как бы, стоит им доверять? И оказывает ли они какое-то влияние на увеличение продаж и прочее? Мне кажется, категорически нет. У нас, по-моему, привыкли к тому, что столько... Нет, вот Дмитрий сейчас взял то яблоко, которое я показывал коллегам. Почему нет? Органик или неорганик? Почему на вкус отличить? Или на цвет, органик или неорганик? Я не удержусь и кушу. Яблоко вкусное, я могу сказать. А органик или неорганик, ну, не знаю. Говорят же, что если яблоко полежит, оно должно... С червячком. Ну, подожди, мы же говорим об органе, конечно. Спасибо. Я просто вспомнил про то, что... Ты не готов есть яблоки с червячком, ты не готов употреблять органически. Я не знаю, как у других, но, знаете, вот иногда бывает на рыночек придешь, там фермеры торгуют продукцией, так вот, чаще всего на черешне, но на яблоке тоже бывает такая надпись. Яблоки вкусные, без мяса. Вот. Я за то, чтобы они были без мяса. Органик или неорганик, неважно, как это назвать. Есть заблуждение, просто, знаешь, я тоже слышу истории, да, допустим, когда ты приходишь на рынок, обязательно выбирай яблочко, немножечко с паршой или там где-то с плодожоркой. Это тебе будет говорить о том, что там мало применялось химии. Но я вот больше, наверное, уже 20 лет занимаюсь выращиванием яблок, да, и как бы занимаюсь их защитой. И я могу сказать точно, что неумелый агроном может применить там 20 обработок и получить яблочко и с паршой, и с плодожоркой. Вот, поэтому на рынке, видя такое яблоко, оно тебе не гарантирует то, что там нет пестицидов. Оно тебе говорит о том, что либо там действительно их не было или применялось мало, либо их применяли просто неправильно. Поэтому вот это первый миф, который разрушаем, то, что есть яблочко с червячком или с паршой, оно органическое. Не факт. Я даже у меня так вот, я уже сколько, 16 лет работаю в Сингенте, именно в сфере специальных культур, а это и касается других культур, не только садов, но и овощных культур. И у нас вот такой постоянно, да, постоянно идет разговор о том, а вот у маленького фермера это более полезная продукция, чем у большого. Или в тепличном комбинате то, что мы привыкли, да, увидеть. Я вам всегда скажу, у большого производителя, или в большом тепличном комбинате реально более сильная система контроля. Там работают профессионалы. Они, все препараты, которые применяются, любое даже удобрение, все применяется в соответствии с регламентами. После этого получается качественная продукция. А как только мы видим, что эта продукция повреждена, вредителем, болезнью, то первый сигнал – это не о том, действительно, что там не было средств защиты растений. Первый сигнал о том, что это результат работы непрофессионала. И вот здесь вот большой вопрос. Или есть другой момент, когда мы видим в самом лучшем, у нас есть замечательные супермаркеты такой высокой ценовой категории в Москве, мы видим идеальные яблоки без одного пятнышка, без одного повреждения вредителем. И с такой большой табличкой «органик» это уже вопрос идет об обмане потребителей. Потому что это яблоко однозначно выращено профессионалом. Но как он имеет право называть это «органиком»? Потому что… Так что такое «органик»-то? А никто этого не знает. Есть в России, пока этого никто не знает. Давай так я уточню, в России. А если говорить о тех же европейских странах, там есть более четкие законы об органическом земледелии, которые подразумевают контроль на всех этапах производства продукции. Контроль именно с точки зрения, что можно применять, когда можно применять. И это значит, что там не применялись какие-то средства защиты растений, там не применялись современные удобрения. Ну, это все… Ну, если взять виноделие, да, мое любимое виноделие. Во Франции, на самом деле, чисто органического виноделия порядка, во Франции, одного-двух процентов максимум. Можешь себе представить? То есть мы говорим об органическом земледелии, и в Европе вино, органическое вино, ну, и мы понимаем, что Франция, крупнейший поставщик вина по всему миру, такого органического земледелия имеет минимальный мизер. Я даже не знаю, как по-другому назвать. Потому почему? Опять же, здесь диктуют свои условия покупать. Покупатель, да, он хочет покупать органику, но он хочет, чтобы это было без повреждений, лучшего качества. А так не бывает. Ну, то есть, подводя итог, вот у нас в России, у нас есть, я имею в виду, у компании «Сентген-то» есть второй подкаст о гаражной аналитике. Мы делали отдельную реплику про то, что такое органик в России, и как по закону, по-российскому, вот этот лейбл может на какую продукцию клеиться, и какая продукция является органической. Ну, я добавлю, да, в России есть предприятия отдельные, которые идут, развиваются в эту сторону. Я не хочу сказать, что вообще органик нет. Но просто пока вот это понятие органик в России не имеют единого понятия, стандарта. То есть, каждый все-таки понимает в рамках своего восприятия, или в силу существующих законов об органическом земледелии, которые пока еще довольно расплывчатые в своих пунктах, регламентах. То есть, вот есть люди, которые стремятся и хотят двигаться туда, в это направление. Но пока это такое, можно сказать, не единый пара, а отдельные участники рынка, которые хотят, стараются и ставят для себя целью развиваться в области органического земледелия, в частности, в производствах яблок. При этом это не исключает, что на базе одного предприятия могут существовать две различных системы. То есть, 90% площадей, которые выращиваются, производятся по стандартной, общепринятой системе защиты, питания, ухода. И какая-то часть площадей удаленная от этих, на которые производится органик. Контроль. Как мы это любим называть. Мы любим. Можно это назвать контроль. То есть, попытки есть. Есть люди, которые горят этой идеей и стремятся ее воплотить в жизнь. Ну, каждый из нас действительно хочет тоже питаться только лучшей, органическим продукцией. Натуральной, как ее любят. Натуральной, да. Понимать надо, что жизнь, она не просто черная, белая, а в ней очень много красок. Очень... Она очень красная. Коллеги, мы сегодня достаточно плотно проговорили про качественные, красивые яблоки. Сегодня у нас был в студии руководитель направления специальных культур Дмитрия Горобец и технический эксперт по садам и виноградникам в компании «Сингента» Максим Коростиев. Коллеги, надеюсь, что в следующий раз мы подробнее обсудим технологии производства яблок и вращивания в саду. Иван, обязательно это обсудим. И мы хотели от нас двоих сказать огромное спасибо, потому что, да, мы специалисты в своих областях и делаем, работаем в этих областях ежедневно. Вот запись подкаста – это первый раз в нашей жизни. И для нас было очень интересно быть здесь, делать эту запись и знать, что сотни тысяч людей будут в дальнейшем это слушать. И мы надеемся, что хотя бы одну какую-то крупицу информации они возьмут для себя, и она поможет им чуть больше понимать о бизнесе яблок, о производстве яблок и достичь новых результатов, более лучших, чем было до этого. Поэтому спасибо тебе огромное за предоставленную возможность. Спасибо тебе, Иван. Тоже от себя хочу добавить славу благодарности, то, что ты даешь этот новый опыт, прежде всего, и для меня. Я в начале нашей встречи сказал, что я не слушал подкасты, теперь я обязательно пересмотрю свое мнение и выберу для себя тоже какой-то интересный подкаст, который я обязательно прослушаю. Тебе, Иван, спасибо. Спасибо, коллеги Дмитрий, Максим, Иван. Все мы здесь были специально для вас. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»